Весна По предварительным отчетам, на сегодняшний день у нас гидротехнические сооружения 482 в Ульяновской области. Это почти полмиллиона. Заброшенные гидротехнические сооружения представляют огромную опасность. Ведь за плотинами и шлюзами должны следить бригады техников. Дело в том, что бесхозная ГТС может прорвать от натиска талых вод. Чтобы этого избежать, в Министерстве природы разработали план действий. По каждому из 12 гидротехнических сооружений на прудах Ульяновской области в настоящий момент определены ответственные лица, составлены графики дежурства на весь паводковый период. Сотрудники МЧС уже проводят учения. Техники предостаточно, личный состав готов. Также они проводят работы с населением, раздают памятки с правилами безопасности жителям районов зоны риска. Если же подтопление все-таки случится, спасатели должны будут уберечь и жизни людей, и их оставшееся имущество. Здесь же будет организовано и проведение охранных, окраульных мероприятий, для того, чтобы не было мародерства избежать. Очень большой комплекс задач. Общее количество техники у нас было около 700 единиц, в том числе 71 плавсредство. А личный состав будет включен от области около 2000 человек. По данным Гидромедцентра, климатическая зима завершится во второй половине марта. Ночные заморские уступят место теплым фронтам. В это время и начнутся взрывные работы по освобождению рек и прудов. Водоемы села Сара, Новоспасского района и Репьевки и Сурского вскроют первыми. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.